Владимир страдает боковым амитрофическим склерозом в течение двух лет. Я его сегодня осматриваю третий раз. Первый раз я его смотрела в сентябре, потом в октябре и сейчас. Я могу констатировать, что существенных нарушений со стороны двигательной системы в отрицательную сторону я не отмечаю. На фоне наблюдения мы видели отчетливо улучшение двигательных функций в руках в виде уменьшения спастики и увеличения объема движений в проксимальных отделах рук. Сейчас объем движения в проксимальных отделах рук несколько уменьшился, однако несколько увеличились объем движения в пальцах кисти справа и слева. Но и все-таки самый главный фактор это эмоциональное состояние пациента, которое отмечают близкие и родственники. Пациент стал более активен, эмоционально стабилен, он оптимистичен. И что еще важно отметить, это объективное уменьшение фасцикуляций в мышцах конечностей, которые раньше были бурными и клинические, и по электронермиографическим исследованиям. Сейчас это единичные вызванные фасцикуляции в дельтовидной мышце. Будем наблюдать пациента дальше.